Добрый день, дорогие зрители! Итак, вышло обновление The Forest 062. Ждали мы его добрых 20 дней, даже больше. Оно очень-очень большое, на самом деле. Я нашла, конечно, его перевод, но не уверена, что он полный. Вот, ну, это моя новая база, которую я, собственно, в гайде строила. Ну, вот, немножко коряво сделала балкон, но выйти на него можно. Надо мне сгонять сейчас за припасами и снести постройки, которые мне уже не нужны, но заодно и озвучить обновление. Что первое бросится в глаза? Пожалуй, первое, что вам бросится в глаза, это то, что в игру добавили русский перевод. Ну, как сказать, добавили. То, что они добавили, они посчитали русским переводом, но выглядит это, если сказать хреново, это ничего не сказать, потому что, ну, блин, ребята, которые у нас кустарные переводы делают, которые поверх игры ставятся, ну, знаете, короче, кому там не нравится на английском играть. Короче, выглядит это лучше, чем то, что сделали разработчики, потому что, ну, я им уже высказала, конечно, на фейсбуке о том, что мне было очень смешно видеть ваш русский язык в этой игре. Ну, грубо говоря, ходить далеко не надо. Опции. То есть, ну, тут как бы нормально еще, ничего так, хотя косяки есть. Вот, тут не полностью переведено, но они написали, что типа там бла-бла-бла, все дела, что это экспериментально, все такое. Ну, ладно, экспериментально экспериментальным, конечно, но как можно было сделать вот такой вот перевод в книге выживания? Вот что это? Вот какого черта? Здесь обычно просто можно было написать. Вот что это за пиздец, извините. Ну, это невозможно. Еще, ладно, хрен с ним коряво написано, но какого хрена? Скамья — это верстак. Вот скажите, кто переводил? По голове настучать, ей-богу. Вот маркер для палок, это флажок который. Каким местом это маркер для палок? Я говорю, я когда читала и вот на все это посмотрела, ну, меня сначала на ха-ха пробрало, но когда я посмотрела вот на это, мне, блин, захотелось очень много неприличных слов высказать разработчику. Она хуже всего, что в Бестиарии вот таким вот образом описание написано. Я не знаю, мне даже с лупой не удалось разобрать, вот, ну, честно. Это, наверное, самое печальное обновление из всех обновлений, которые вообще делали в этой игре или для этой игры. Это просто пиздец, это вот, ну, просто пиздец. Так, пойду это перемотаю ночь, потому что собиралась исходить за припасами. Вот, потому что у меня, как бы, уже закончилось все. Еще за одну веревку надо где-то найти, желательно не одну, потому что мне ловушки делать надо. Так, что у меня... А, блин, я жратвы не взяла. Ну, вот, пожалуйста, да жратва кончилась. Ладно. Сделаем вот так и двинем. Так, следующее обновление будет только через месяц. Ну, наверное, народ пошел в отпуск. Ну, а хули июнь, лето, все дела. Надо ж людям где-то отдыхать. Не поняла вот сейчас. Ладно, в любом случае, это все надо снести. Потому что я себе уже одну такую сделала. Мне вот сейчас интересно, а оно снесется инструментом для вырезания или нет? Не, надо лично бить. Не, оно что-то там вот снесется. Эй, ну, куда? Я вижу, что оно где-то находит. А, вот, все. Мы будем, значит, сносить. Итак, по новой традиции, первое, что у нас будет, это кооператив, а потом уже выделенные сервера. Опа! Красота! Правда, физика как была убожественной, так и осталась. Ладно, это я оставлю, на него буду вешать, это от аборигенов, что осталось. О, бля, пиро, 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 стой, 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 стой. О, хорошо. Что ж, кооператив, список изменений, версии 0.62. Клиент, которые подключились во время игры не в начале, не могли ремонтировать фундамент, так как у них не отображалось его повреждение. Ну, теперь могут, видимо, ремонтировать. Странно, конечно. Так, это мне в какую сторону? Лагерь главный туземцев в ту сторону. Главное сейчас мы о мутанты не напороться. Хотя тут пара уже, это, расчленила мутантов. Так что для меня они не соперники. У меня атлетизм, кстати, плюс 3, так что смогу спокойно бегать сейчас. Так, что там еще было? Пойманная рыба теперь синхронизирована между игроками. В смысле, пойманная в инвентаре у кого-то, пойманная висящая на сушилке или пойманная плавающая в прудах. Вот мне это сейчас было интересно очень. Потому что как-то не очень понятно, если честно. Новые вариации волос для игрока. Вот, блин, ребята, это не Sims. Зачем вы им добавляете новую одежду и новые волосы? Это не Sims, я еще раз повторяю. В Sims это актуально, но, блин, не в The Forest. Что касается выделенных серверов обновления. Новые параметры командной строки, ну, типа там, веган-мода и т.д. и т.п. То есть теперь на выделенных серверах, видимо, те, кто их создал, могут вкладывать... Ну, короче, писать читы, читами пользоваться. Нахрен это добавили? Лучше бы запретили, короче, к чертям собачьим. Ну, добавили, что теперь можно на сервера вешать читы. Так, новые параметры конфигурации файлов, в которых эти читы можно включать и выключать. Новые команды для администратора, для отрастания деревьев, включения-выключения аборигенов. Что там еще новое? Так, добавлен параметр командной строки FilePass. Если целевой файл не существует, то он пытается его создать со значениями по умолчанию. Вот что я сейчас прочитала, я сама, если честно, не знаю. Я этого не поняла. Так, здесь всякие кролики рассекают. Аудио. Новая система звучания для улучшенного погружения в игру. Звучание будет меняться в зависимости от того, находитесь ли вы в постройке или на улице. Особенно видно во время дождя. Точнее, слышно во время дождя. Что там у меня поэто... А, ну, можно взять. Ну, достраивала уже с бензопилой, потому что заколебала топором махать, если честно. Так, ту брать не буду, она мне нафиг не нужна. Здесь мне ничего не было... Подожди, здесь мне надо было веревка. Что значит, мне ничего не надо было? Раз, два... Отлично. Ящеры носятся. Отсутствие звуков свиста при ударе, когда замахнулся такими предметами, как кролики, рыба, панцирь черепахи, кости, теннисная ракетка. То есть, звук, видать, вернули. Возможно, отсутствие звука при ремонте. Ну, пару раз видела, точнее, слышала, что звук отсутствует при ремонте. Но я бы не сказала, что меня это сильно напрягало. Блин, надо кого-то срочно поймать и сожрать. Ой, блин, не то взяла. Почему она... А, огненная, потому что я мутанта трущила. Так, это был ящер, вон кролик. Да что ж такое? Опа! Пошли вон! Э-э-э! Куда? Мою стрелу отдай! Слышь ты, ушастая свинья! Ты что, офигел? Я же тебя... Выстрелила, что за дела? Нифига себе, кролики пошли! Охренеть можно. Не, я видела когда-то очень давно этот глюк у кого-то на сервере, но... Блин, что вот так вот? Это выше моего понимания, если честно. Так, ждем, пока зажарится. Так, оптимизация. Повышена производительность центрального процессора в книге. Теннисисты, пассажиры, мертвые тела, трупы, висящие на дереве, стюардессы, пилот, лодки и якорь будут потреблять память только когда находятся в диапазоне видимости. Офигеть, теперь понятно, почему у народа она сильно лагала. Оказывается, все трупы на острове у нас числились за живых людей ввиду процессора. Обалдеть. О, теперь надо быть поаккуратнее с динамитом. Жаль, крокодилов им глушить было вполне прилично. И я бы сказала, очень даже удобно. Так, мне бы еще найти где-нибудь этого эхинацеи. А то у меня она закончилась. Ну, хотя можно ее и вырастить. Уж чего-чего семена у меня точно должны быть. О, местные ходят. Ой, блин. Это бомжи. Грязные бомжи. Эээ, я только замахнулась. Правильно, по морде ему съезди. За что люблю бомжей? Их очень легко убивать. Так, блин, игра, ты что подтормаживаешь? Тебе же вроде память уже оптимизировали. Какого хрена? О, это эти. Хозяева деревни. Ну, трое еще нормально. Ты что голосишь? Иди нафиг. Я вам два трупа оставила, жрите. Приятно подавиться. Блях, а где ведро с краской? Чтоб они от меня отстали и больше не лезли. Ну, по крайней мере, пока дождь не пойдет. Ого, хорошо. Так, или мне кажется, или они передвинули камень, возле которого это ведро с краской стояло. По-моему, передвинули. Он был чуть выше и чуть дальше. Зуб даю, передвинули. О, банка колы. Так, где там мой телефон? Ну, ну вот. Пещеры. Улучшено размещение предметов во второй, четвертой и первой пещерах. Убраны все лишние текстуры. То вы их добавляете, то вы их убираете. Ребят, вы уже определите, что ли? Так, что у меня... А, блин, пожимолости у меня мало. Оказывается, это дрянь жимолостью называется. Она, ну, для ядовитых стрел была нужна. Ну, блин, вы же курсе, да. Что-то две, там еще должна была быть одна. Так, тут ничего не растет. Ну, ладно, пока достаточно. Я с помощью ядовитых стрел на оленей охочусь. Они тогда не успевают убегать, а подыхают. Так, я в красном? В красном, хорошо. Ну, а трущат, смотри. Ну, и что ты верещишь тут на меня? Эй, ты охуел? Блин, вообще офигели. Бля, что-то вас тут слишком много. Придется по-баренькому собираться и валить отсюда. Кстати, они убрали респаун фаеров по всему острову. Для этой, как ее, ракетницы. Теперь только в контейнерах можно найти. Все, пиздец, лавочку прикрыли. Блин, да вы что, слепые? Я же в красном этом. Че вы до меня докопались? Слышите вы? А ну на колени и петь мне песни. Кстати, они разучились петь. Раньше так мелодично мычали, и сейчас, блин, какой-то пиздец выдают вместо звука. Ну вот что это, ну? Нет, чуваки, раньше как-то лучше было. Пусть вернут обратно тут те песни, которые они пели. Ага, и по самому шею. Так, блин, еще же не все собрала. Ой, шел бы ты отсюда, а? Причать он на меня будет. Посмотрите вы на него. Не, они все равно, они разучились петь. Раньше лучше было. Так, ну вроде ткань всю собрала. Ну ладно. Валим отсюда, а то они посчитают меня опять за еду и будут пиздить. Так, че там еще они улучшили? Нет, это еще рано. Так, вот, внешний вид Всего. Улучшен шрифт в меню. Не сказала бы. Улучшен переход пола пещеры в кратер. Это... Ну блин, я... Ну твою ж мать, я ж только покрасилась. Ладно, я с вами. Так, они мне тут что-то сбили. Надо одеть. Так. Новый дизайн... Так, он лучше новый переход. Так, новый дизайн экрана в кооперативе. В смысле? Вроде как был, так и остался. Улучшен внешний вид аборигенов и их избушек. Ну блин, я как-то не особо, если честно, заметила, чтобы у них там что-то было лучше. Я их особо и не разглядывала. Ладно, сейчас до одной из их избушек доползем. Посмотрим, что они там улучшили. Опа. Блин, греби быстрее, чувак. Так. Улучшены избушки аборигенов. Ну блин, может быть немножечко... Внутри улучшен внешний вид. Немножко текстуры переделали. Видно, что переделали. Не сказала бы, что уж настолько, чтобы об этом... Тут рассказывать. Но немножко есть, да. Соглашусь. Окей. Так, теперь, кстати, у них искусство. Смотрю, немножко по-другому выглядят. Ну, тотемы их. Чуть лучше стали выглядеть. Ну ладно, уже хорошо. Хорошо, что. Блин, специально перлась сюда за цветами. Тут только что алоэ. Надо сожрать, а то я в кровище там ходила. Более обидно. Так, я хоть веревок там... Ну где? Я там две веревки собрала. Смешно. Потом они мне помешали. Придется в пещеру за этими веревками лезть. Я так не хотела. Ладно. Так, вернемся к нашим баранам. Улучшена дифференциация иконок зеленого и синего цвета. Дифференциация. Отображение, что ли? Я хз, короче, что это значит. Так. Серые панели в настройках будут загораться при наведении на них. Серые панели. Ну да, есть такое дело. Но это удобнее. А то когда они переделали прошлый раз, хрен увидишь, блин, какой параметр ты меняешь. Так что, в принципе, хорошо, что сделали. Улучшены подсказки на экране загрузки. Ну, там чуток шрифт поменяли. Меню паузы более читабельны на ярком фоне. Да, но серее стало. Это хорошо, что они его затемнели. Меню паузы более читабельно. Так, новые иконки на тотемах. Блин, а я ни одного не строила. Может пойти сейчас порубать аборигенов настроить тотем? Ну, окей. Так, такой простенький тотем. А вот этот суток. Хорош! 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 Тоттемы, по-моему, как выглядели, так и выглядят. Посмотрите, уже стемнело с легенца. Ну, иконки другие, когда их устроишь. Ну, подумаешь. Слышь, женщина, ты достала! Ну, пусть пока тут погорит. Пока я тут буду себя жарить. Так, ну, мы местных разогнали. В принципе, можно продолжить. Улучшено. Перед ремонтом поврежденных постройки с помощью молотка нужно внести в постройку бревна, если это необходимо. А теперь просто постукиванием мы не отделаемся. Офигеть. Ну, ладно, не отделаемся, так и не отделаемся. Не проблема. Не, ну это так, мне сейчас надо куда-то черепушки деть, жалко пропадут же. Вот, пара косей, по-моему, осталось. Ну, хрен с ним. Что там еще? Зарядка катапульты различными объектами теперь удобнее. Катапульту нельзя зарядить неподходящим предметом. К примеру, мушкетом. А предметы, лежащие в корзине катапульта, теперь сохраняются. Ну, хорошо. Правда, я этой катапультой так ни разу не воспользовалась, если честно. Беспонтовая бесполезная фигня. Да, блин, черкай ты своей сраной зажигалкой быстрее, ну. Так, платы, веревки у меня там, по-моему, четыре, а максимум пять. Где еще веревки? О, бляха, еще тотендлины поставили. У меня-то какая разница? Ну, с другой стороны, почему? Поставили, надо снести. А, вот еще веревки. Все, да, он, блин, ну ладно. Кляпки я здесь все собрала, а теперь можно выдвигаться обратно в направлении базы. Так, что там у нас после технологии ремонта? Так, я там хоть не упрусь башкой во что-нибудь. Технология ремонта пользовательских построек теперь более продумана. Ну, то есть теперь более сбалансировано количество бревен, видимо, и смолы, которые надо. И еще чего-нибудь, которое надо будет внести в постройку, если ее сильно повредить. Ну, ладно, хорошо, окей. Блядь, ну где хиноцея, блин? Ну надо, нет, нигде. Подкорректировано расстояние привязки стен и ограждений. Улучшена привязка веревки к различным объектам. Улучшено столкновение бревен. При размещении проекта можно прыгать. В скобочках с геймпада. Так всегда ж вроде можно было прыгать при размещении проекции, разве нет? Ну ладно. Так, тотемы можно отремонтировать и в горящем состоянии. Корзину для стрел и костей можно разместить на столе. Лучше бы костер можно было на столе разместить. Ну и корзину тоже неплохо. Это есть можно? Вроде можно. Это радует. Вот когда надо алое, алое нигде не найти. Когда надо хиноцея, ее тоже нигде не найти. Когда не надо, поля целые. Что за закон подлости? Изменено. Удалены старые полотенца на пляже. О! Хиноцея. А зачем удалили эти полотенца на пляже? Лежали и лежали. Может это туземцев вообще полотенца. Чего вы это удаляете? Нормально так. Лучше бы вы их не удаляли, а типа в тряпки превратили, которые собрать можно. Так, что там у меня с ехиноцеей? Кул, пять, 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 пять. Все на месте. Где еще ехиноцея? Раз уж дорвались и пошла такая пьянка. Так, нет, это волчьи ягоды. Че, и все? Блин, обидно надо дом нарастить. Ну ладно. Блин, куда я иду? Я ж не туда иду. Так, удалены коробки, которые нельзя сломать и открыть. Удалены фаеры, которые лежали по всему острову. Теперь их можно найти только в специальных контейнерах. В контейнерах теперь их побольше стало. Ну хорошо, окей, ладно. Добавлено. Новая декорация. Капитанская шляпа. Так, если ее добавили, она, скорее всего, где-то на яхте лежит. Пошли искать. А яхта у меня где-то вот в сторону. Так, бабло. Вот такие вот ящики с фаерами. И они, кстати, сколько? У меня их там полные, этот. Так что мне они не нужны сейчас. Небось точно так же, как и все остальное. Ни хера не респаунится. Добавлена поддержка китайского, немецкого, русского, японского, португальского и корейского языков. Да, уж мы видим, как вы ее добавили. Самоделы лучше переведут, чем вы. Исправлено. Иконка дома не всегда исчезала после разрушения здания. Ну, как минимум, после перезагрузки игры она у меня исчезала, если сразу не исчезала. Исправлены незначительные проблемы, которые могли возникнуть в меню в связи с новым дизайном. Это, видимо, поэтому они задержали выход обновления на пару часов. Блин, да че не так-то, емень. Кровь не смывалась с оружия дождем, если она была нанесена на оружие во время дождя. О, это хорошо, кстати, что пофиксили. Так, я, по-моему, сбилась с курса, не? Ну, чуть-чуть сбилась, вот сюда надо. Где-то вон там, на побережье, должна быть яхта. Так, вот наша яхта. Поплыли искать шляпу капитана. Тут других кораблей, извините, нет. Где она может быть? Кстати, надо будет это... Зажигалку убери. Башку от акулы отрезать и в дом притащить мне для декора надо. Так, черепахи плавают. Тут этих, как их, устриц нету сейчас. Есть. Чё, и всё? А, во, всё. Этого хватит. Ой, господи. Так, журнальчик. Я его уж вроде собирала, разве нет? Ткань. Верёвки. Башка, шоколадки, кола. Баллон с воздухом. Так, вот опять проваливается сквозь текстуру. Что за херня? А, во, фуражки капитанские. А, так это, походу, капитан тут так, это, окочурился. Да. Декорации, конечно, офигеть не встать. Ну, ладно, добавили и фиг с вами. Ну, чё ты нырнул, ну? Ну, черепаху грохнуть мне, панцирь, нужен ещё один. А чё это такое? А, это бухло. Так, акул почему-то, кстати, на этом берегу перестало появляться. Они почему-то теперь только с другой стороны на побережье появляются. А здесь нет. Странно. Так, иконка бензопилы не отображалась около стойки с оружием. Так, исправлено положение стойки оружия для сигнальной ракеты, пистолета, катаны, улучшенного копья, мушкета и т.д. Ну, они там раньше вертикально, теперь, наверное, горизонтально будут класса. Ну, мне кто-то фиолет, если честно. Я их на стойке оружия не оставляю. Урон от падающих деревьев, которые сбил на гору кимутант, проходил некорректно. Ну, а ты не стой под стрелой, когда армси валит лес. Кабаны прекращали двигаться, если по ним ударить. А, блин, раньше было удобно в этом случае за ними охотиться. Хотя, эти сказали, что они будут более агрессивными, то есть эти дебилы, вместо того, чтобы удрать, будут на тебя нападать. Так что, в принципе, один хрен. Так, вон акулы. Прямо, дохлая акула и бутылка бухла. Походу, акула набухалась. Так, это я забираю. Теперь главное, всяких пидорасов не встретить по дороге. Так, возвращаемся к нашим баранам. Не знаю, полотенца были вполне милые декорации, могли бы и не убирать. Предметы, заряженные в катапульте, исчезали при ее ремонте. Теперь исчезать не будут. Описание некоторых предметов в инвентаре. Части мушкета, игрушки, перья, ягоды, листья, шкуры иногда не отображались. Это, наверное, в мультиплеере. Оружие не будет браться по умолчанию после использования спуска в пещеру по веревке. А, ну это типа, если спускаешься по веревке в пещеру, то у тебя потом, когда ты от веревки отцепился, появляется оружие. Теперь не будет появляться. Ну, не знаю. Можно было оставить... Не, ну, конечно, да. Но когда появлялось, то могло взяться не то, что тебе надо, другое могло браться. Ну да, это приносило некоторым неудобствам. Неудобствам. Проблемы с топливом в бензопиле после загрузки игры. Его не было, оно было, оно восполнялось. Какие были проблемы, чуваки? Маленькие мутанты не получали урон при ударах. О, это было жесть. Растения при их сборе пропадали, когда у вас в инвентаре для них нет места. Они падали на землю. Блин, я думала, так и надо. Ну, теперь падают на землю. Ну, хорошо, ладно. Стрелы из рыбы нельзя было достать. Покажите мне идиота, который охотился за рыбой с луком и стрелами. Неправильная иконка на топоре из самолета при сцене освобождения из пещеры. Ну, блин, тут ничего не могу сказать, потому что... Потому что... Потому что я не давала аборигенам возможности себя в пещеру затащить. По крайней мере... Блин, ну, последние несколько раз. Ну, почти ровно, блин, ладно. Так, так. Здесь я хотела поставить эти садики. Поскольку я забор решила здесь не строить. Ну, нафиг мне забор. Так. Одна будет тут. И одна будет тут. У меня как раз там пара бревен было. Посажу себе их и на цей, потому что она у меня... Собака такая... Не, не... Не, вообще, всё правильно. Вот это их и на цей. Да, их и на цей. Так, верёвка, верёвка, верёвка. Зачем же я, собственно, находилась? Затем, чтобы... Опа! Ловушки себе построить. Чтоб местных потом от них гонять. Что-то быстро набралось раньше. Так быстро не набиралось. Ну, ладно. Так, что там было ещё? Неправильная иконка топора. Бла-бла-бла. Возможность улететь в воздух при разрушении моста. Ну, фу-фу. Да, хорошо, что пофиксили. Птицы не поджигались от попадания в них из сигнального пистолета. Животные не реагировали на брошенный в них камень. Ну, блин, то, что животные не реагировали на брошенные камни, это мы в курсе. Очень много... Попортило это нервам людям. Да, блин, ты заколебала подвисать. Чё тебе не так-то? Так, подожди, а где... Я уже забыла, что я хотела. Чё-то я хотела здесь сделать. А, всё, вспомнила. Ну, я же говорю, дождик покапал, блин, даже не налил ни хрена. А вот свинство. Давай мы тебя вот так поставим. Подключиться, что ли, кто-то пытается, я не понимаю. Чё только столько произносит. Здесь я чё-нибудь добавлю. Это не просто так тут. Я ещё просто пока не решила. Так, говорите, изменили... Ну, а раньше оно как лежало? Ну, у меня тут, правда, нету этого. Ну, ладно, окей. Так, пошли мясо скинем, а то оно протухнет. Так, вот обещали, что вороны и птицы не будут летать через постройки. Вот какого хрена она сейчас мимо пролетела, расскажите мне, пожалуйста. Да, вот у меня такой круг. Так, это я там балкон строила? Ну, ладно. Мне там надо было чё-то к трону присобачить. Надо как раз было сходить за крокодилами, если не ошибаюсь. Да. Пойдём крокодилов посмотрим, а то эти обещали, что они стали более злые. А я чё-то... Как-то давненько за крокодилами не ходила. Хотя тогда, наверное, не стоило брать мясо такое, потому что... Крокодилу точно такой же кусок дают, и получается, что я пару кусков просто пропущу. Поэтому... Блин, ну ё-моё, ну! Надо тогда взять с собой не мясо, а рыбу. Она хоть сушёная? Сушёная, отлично. А, у меня ещё меди одна есть. Так, надо пару крокодилов принести. Да блин, ну не, ну ты реально заколебала подвисать. Чё не так-то? Не такое уж и большое строение, не на-ля-ля. У народа и побольше, почему-то не подвисает. Так, что у нас там ещё осталось? Тут уже немного осталось. Птицы могли летать под землю, а они, по-моему, до сих пор там летают. Улучшение на оружии не всегда точно восстанавливалось после загрузки. Ну, это типа зубы и перья. Ну да, оно, по-моему, вообще никогда после загрузки правильно не восстанавливалось. Мосты не получали повреждения при ударах. И, собственно, на этом всё. Я не уверена, полный ли это перевод. Но, вроде как, полный. По крайней мере, здесь, ну, здесь, как минимум, самое важное переведено. Вот, поэтому, в принципе, можно сказать, что это полный перевод. Ну, там, если ещё что-то есть, то это, наверное, мелочи по... Вроде как оптимизации, но, если честно, я тут большой оптимизации не заметила. Потому что, ну, видите же, блин, сами она подвисает. Как сволочь подвисает. Не, ну, я могу, конечно, это списать на то, что, возможно, возможно, кто-то пытался... Вот, ну, опять, вот, вот опять эта фигня с водой. Ну, вот что это такое, ну? Ну, короче, могу сделать скидку на то, что, возможно, возможно, кто-то пытался подключиться на хост. Но, чё-то как-то слабо верится, что именно из-за этого. Так что, блин, ребята пишут, что есть оптимизация, но вы же сами видите, оптимизации как не было, так и нет. А... А вот эти штуки тут разве раньше стояли? Тут же, по-моему, их не было. Ну, может, это было. Я давно в этой части острова не блуждала. Так, заодно посмотрим на эти хижины, как они их тут немножко апгрейдили, не апгрейдили. Написали, что жилища аборигенов улучшили. Ну, не знаю. У меня есть такое. Ты крокодил, крокодил. О, готов. Ну, не заметила, чтобы ты был более агрессивный. Ну, ладно, я тебе шанса не дала. Во, какая здоровая туша. Почему с этой здоровенной туши всего лишь 4 куска мяса, а? Ну, это не честно. С такой туши должно быть как минимум 8. Ну, хотя... Блядь, там не может быть 8. Потому что они не влезут в эти, как их... В инвентаре. Смотри, он застрял. А что это за глюк такой? Что это такое? Вот что это такое, а? Так, тут где-то верёвка была. Короче, я остановлюсь с вами. Следующее обновление будет через месяц. Практически. Там больше 20 дней. Там 23 или 25 плюс-минус. Я не знаю, сколько их там. Точнее, не помню. Вот. Кстати, это до сих пор альфа-версия. Так что я даже надеялась, что они до бета доползут. Что 20 дней. А ни хрена до сих пор альфа. Да. О, погнали. Даже не знаю, если честно, чем заняться эти 20 сгаком. Дней, потому что, ну, блин. Я тут уже... Тут ничего нового уж не добавили, по сути. Ну, добавили пару текстур. Ну, убрали что-то из пещер. Добавили бы каких-то документов. Ещё какую-нибудь лодку. Блин. Новую пещеру, в конце концов, нарисуйте. Ну, я понимаю, что они сюжет закончили. Но же можно же было как-то там... Уточнение истории, что ли, добавить. Там, про организацию, про эту Сахару. Там, ещё про что-нибудь. Нибудь что. Мутанта нового, в конце концов, добавьте. Не, я понимаю, вы сделали уже сюжет. Все дела. Но вот просто... Ну, скучно здесь стало, ребята. Даже, несмотря на выделенные сервера и выживание. Выделенные сервера лагают и глючат. На них дофига читеров, после которых эти хасты ещё сильнее глючат. Ну, нахрен это всё надо. Тогда бы уже действительно отключили читы. Или поставили какую-нибудь хитрожопую систему, которая выкидывает или банит игроков за использование всей этой галиматьи. Ну, блин, здесь нечего делать. Здесь просто нечего делать сейчас. Я даже сомневаюсь, что через 20 дней будет, что здесь делать. Ладно, короче... Чё, я сетую, собственно. Ждём обновления. У нас есть месяц на то, чтобы его дождаться. Ну, что ж. А сейчас... Сейчас, пожалуй, всем пока.